Слава Богу! Я хотел бы сегодня поговорить об воле Божией. Ну, воля Божия, она есть разная, есть, которая такая общая, как бы сказать, ну, как Писание говорит, вот человек, сказано тебе, что добро, да, и чего требует от тебя Господь. Такая общая воля Божия, она заключается в двух заповедях, да. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. В принципе, в этом весь закон и все пророки. Но есть еще более такая воля Божия, которая относится лично к нам. Ну, к примеру, вот было угодно Богу, чтобы мы переехали сюда жить, да. Ну, или кто-то муж в гости сюда приехал. Такая воля Божия, которая непосредственно относится к нам, да. Вот мы куда-то поехали, чем-то занимаемся. Я прочитаю послание римлянам со второй главы, с 12 главы, со второго стишка. Здесь апостол Павел так говорит, и не сообразуйте свет с веком сим, но преобразуйте с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы знаете, у нас у всех разные отношения, может быть, к воле Божией. И на протяжении всей жизни человеческой люди по-разному относились к тому, что как бы Бог для них приготовил, что Бог от них хотел. По-разному относились люди. Я хотел бы вот об этом, как бы вот на основании некоторых примеров посмотреть вообще. И может быть, это нам поможет понять вообще волю Божию лично к нам, по отношению к нам. Потому что это конец всех наших, как бы цель всех наших рассуждений. Какое воля Божия для меня, какое это отношение ко мне лично имеет. То, что кому-то, к чему-то, это они сами разберутся, а вот лично мы. И вот я хотел бы поговорить об, начиная от Авраама, да, мы помним, какой он был человек. Я не буду читать об Аврааме, там, об Якове, но мы знаем, что он приносил жертвы. Мы знаем, что Бог ему сказал, оставь все, пойди туда. Он послушался и пошел. Мы знаем, что в конце концов Бог ему сказал принести сына в жертву. И он это собирался делать это. Он настолько был определен в своей цели исполнить волю Божию. Он настолько был определен, что он был готов идти на все и делать все, что Бог ему скажет. Мы читаем его сын уже Исаак. Для него тоже это был немаловажный такой вопрос. О нем, может быть, не сильно много написано. Бог к нему, может быть, не так часто приходил, как Аврааму. Но все равно он, будучи сыном Авраама, он видел, что делал его отец, как он приносил жертвы, да, как он собирался его принести в жертву. И от этого он имел тоже, ну, такое неповерхностное представление о Боге. Но потом вот его два сына, мы смотрим, Исаак, он уже там, как вроде, очень мало было познания о Боге. Библия о нем сильно не говорит, но пару моментов есть. Когда он свое первородство променял на гороховый суп, так сказать, чечевичную похлебку, да. Это говорит о том, что для него это имело очень маленький смысл и значение. Потом уже позже, может быть, до него дошло, когда уже до дела дошло, что это же его благосостояние, от этого, можно так сказать, зависит. То он жалел об этом. Ну, в общем, познания о Боге там было очень мало. И Иаков, он всяческими путями старался как-то, у него была цель, он хотел иметь вот это благословение Божие. Но его методы, они не были, как бы, ну, это не пошительные методы, как он своего родного брата, родного брата просто обманул. Я понимаю, что у него была высокая цель, но это не был хороший поступок. Но его цель была угодить Богу. Он как бы хотел разобраться в этом. И потом мы читаем, когда с ним был ангел, он вцепился за него, он сказал, я не отпущу, пока не благословишь. И тогда Бог поменял его имя, да, мы знаем. Иаков это был обманщик, и он назвал его Израилем, да. Ну, вот уже смотрим на его сыновей. Симеон и Левий, да, они просто уничтожили целый городок. Я не знаю, сколько там было людей. Они обманом их сделали. Я понимаю, что те их сестру оскорбили, да. Но мы, я вот когда читал, там написано, этот человек, который ее обесчестил, но потом он прилепился к ней, да. Он говорил, там написано так, он говорил по сердцу ее. Как по сердцу ее? Значит, то, что он говорил, ей понравилось. То, что он ей предлагал, ей этого захотелось. Или, может, она этого хотела. Просто его первый поступок, он был неправильный. Он неправильно это сделал. Но мы помним другую историю, когда сын Давида, когда он завладел ею, да, своей, ну, по отцу дочери, да, она была. То потом он ее возненавидел и сказал, выйди от меня отсюда, да. Но этот человек так не захотел. Он захотел с ней быть. Он пошел. Он говорил старейшим в этом городе, давайте мы будем вместе такими, как они. Евреи это был верующий народ. Это были люди, которые поклонялись Богу. Он вроде как захотел тоже. Ну, мы не знаем все подробности, но так поверхностно, когда читаешь, смотрю, что вроде как, ну, неплохие были цели. Но эти два сына Иакова, они просто их всех, когда они не могли противостоять, они их всех убили. Мало того, они сделали их детей, жен своими рабами сделали. Все сыны Иакова пришли и забрали. Мы читаем, что Рувим, старший сын Иакова, он зашел к наложнице Иакова. Ну, мы читаем, что Иуда, когда он, его дети, вообще написано, что он, старший сын его, он был неугоден Богу, и Бог поразил его. А его следующий брат, который должен был жениться на Фомаре, да, написано, что он делал, да, он не хотел дать семени брату своему. Я не знаю, что им двигало, но Бог его за это наказал смертью. И после этого Иуда, ну, там так произошло, вы знаете всю эту историю, ситуацию, Иуда, получается, стал отцом детей от своей невестки. Он этого не знал, можно говорить, но я к чему это говорю? Что познания Бога там было очень уже мало, хотя были такие источники, они были, ну, их прадедушка был Авраам. Я думаю, они еще видели его, Иаков, Исаак, да, им являлся Бог, они все это знали, видели, слышали, но познание Бога на них не распространилось. Я хочу теперь поговорить об Иосифе, один из сыновей Иакова, да. Тут немножечко непонятно мне, я пытался немножко разобраться, Библия не всегда все в хронологическом порядке как бы описывает, да, не всегда. Но я не знаю, был ли Вениамин тогда, когда Иакова отвели в плен. Вроде бы как был, но как-то я не уверен, потому что, ну, Иакову было 39 лет, когда братья пришли. И меньший брат, значит, если он тогда был, значит, ему должно быть, ну, я не знаю, там 20 лет ему должно быть, больше 22 лет. Может быть и был, вполне возможно, что это был, но там не описывается, если Иосиф видел его как бы до этого. Ну, не в этом даже смысл. И вот, Иакова, написано, что Иосиф, почему я еще засомневался, потому что написано, что Иосиф был сын старости. Если Вениамин был уже, то Иосиф не был бы сыном старости, по идее. Но, может быть, здесь как бы речь идет о том, что Иаков любил его больше всех, по какой-то причине. Может быть, потому что младшенький. Но, вы знаете, оно-то так, но обычно любят за что-то, да, обычно так вот. И вот мы, наших людей, мы всех любим, да, но когда он послушный, но когда он тебе приходит, тебе и нежность свою проявляет, да, свою любовь, то какие-то там необычные чувства просыпаются внутри. Я не знаю, или это больше любишь, не больше, но когда он чудит, и когда он тебе нервы мотает, ты почему-то его чуть-чуть по-другому любишь. Мне так кажется. Я так за собой замечаю. Там какая-то другая любовь, другие чувства. А когда она придет к тебе и целует тебя, и говорит, папа, я тебя так сильно люблю. И, ну, просто супер, да, чувства такие. И вот Яков, он любил Иосифа. И он даже одел ему, сделал одежду ему разноцветную, да. И написано, что вот 37 главы, со второго стишка в конце здесь написано, «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Ну, можно сказать так, ябедничал, да. В семье, я думаю, что мы, если мы в большой семье родились, явно это не нравилось. А нам, когда о нас там сказали, отцу там, маме пожаловались, это такое нехорошее было дело. Я не знаю, чем конкретно, ну как, тут не говорится, но я подозреваю, что Иосифом не двигали какие-то мысли соперничества или просто, чтобы им там как-то отомстить. И вообще мы дальше, когда, если мы посмотрим нашу жизнь Иосифа, то у нас сложится впечатление, что он был за человек, да. Мы можем понять по его словам, по его действиям, как он поступал. Он доносил до них худые слухи. Опять сводится к тому, что я только что говорил. Его сыновья, ну худые слухи не говорят про хороших людей. Его сыновья чем-то занимались. Иаков, когда благословлял их в конце, он говорил, что они там даже просто ради спорта убивали животных там. Ради спорта, да. Не для того, чтобы съесть там или еще что-то. Они, и вот здесь Иосиф о них доносил, да. И увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И в конце концов, а, Иосиф потом увидел сны, он им рассказал сны. Я так думаю, что он это не делал с какой-то целью, похвастаться или еще что-то. Он в простоте сердца своего сказал им, что он видел. Но они его еще больше возненавидели. И потом они его взяли и даже, они хотели его убить сначала. Но потом Иуда их уговорил. Нет, не Иуда, Рувим уговорил. А Иуда уговорил их продать. Продали они его, тоже это получается, какую-то выгоду хотели или что, не знаю. В общем, Иосиф оказался в такой ситуации, что он оказался в рабстве. Но везде, где мы читаем про него, когда он проходил это, написано, что, но Бог был с ним. Мы читаем, когда он был в доме Патифара, когда его жена хотела соблазнить, да. Те речи, которые он говорил, смотрите. Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом». «И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я с ее великое зло и согрешу перед Богом?» Как он мог это сделать перед Богом? Это говорило его, может быть, 17 лет, небольшой возраст, но у него было глубокое познание Бога. Мало того, не просто познание Бога. Иосиф, он определился. Иосиф сделал твердое решение, что он будет угождать Богу. Иосиф сделал твердое решение, что он будет исполнять волю Божию. Он будет ее исполнять, он будет делать то, что Богу угодно, чего не сделали его братья. Я не замечаю. Может быть, потом, со временем мы почитаем, там у них было какое-то покаяние. Но Иосиф в этом возрасте, он уже определился и твердо решил. И он не мог это совершить, это зло и согрешить. Тогда она, значит, сделала то, что сделала. Он оказался уже в тюрьме, оказался. Но и опять Бог был с ним. 13 лет. 13 лет он был в таком ситуации, когда он был униженный, он был оскорбленный. И я не знаю, Библия не пишет точно, что ему делали, что не делали. Но это не было легкий промежуток его жизни. И он сам даже, когда говорил это в Иночерпе, он говорил, ты вспомни обо мне, потому что я здесь не заслуженно, я не заслуживаю этих уз. Но вот со мной такое произошло. И вот Иосифа сделали теперь вторым по фараону. И вот интересно даже, как он это преподнес. Его кротость, его смирение, да, это тоже говорит об его характере. Он не говорил им, поставьте меня. Он рассказал. И всегда, когда он говорил о снах, он говорил, это не мое, Бог объяснит тебе. Но фараон решил сделать его вторым после себя. И Иосиф теперь занял позицию, главную позицию в Египте. У меня появился такой вопрос, когда я читал. Вот эти 13 лет, которые он... И мы даже читаем, Иосиф даже братьев своих любил. Он любил своих братьев. Он любил своего отца, да. 13 лет он находился без возможности видеть их. И вот он стал вторым по фараону. Почему Иосиф не пошел не увидаться своим отцом сразу? Почему он этого не сделал? Я думаю, если бы я любил своего отца, мать, да, я бы обязал... Я теперь не просто человек. Я мог бы даже просто послать слугу. Он бы мне его привел. Привезли бы его на лимузине там. Ну, я бы с ним мог увидеться. Иосиф этого не сделал. Иосиф, он не просто легкомысленно относился к воле Божией. Его понимание воли Божией, он уже понял, что в этом была воля Божия. Он смирился. И он понимал, что ему нужно было идти дальше. Подчас многие из нас, может быть, или из тех, которые мы знаем, не делаем так. И, может быть, часто мы просим, чтобы Бог снял с нас какой-то неудобный груз, который нам мешает, нам тяжело. Мы не хотим этого. Или мы не хотим подчас достигнуть вот этого конечного результата. У Бога есть цель сделать нас подобными Ему. Это Его цель. Он не остановится ни перед чем. Это то, для чего Он пришел. Все, что Он делал, оно было сделано с этой целью. Чтобы мы стали подобными Ему. Чтобы нас спасти. Чтобы нас сделать святыми. Чтобы мы стали мыслить, как Он. Это была Его конечная цель. И все остальные действия, они способствуют к этому. Все, что происходит в нашей жизни, оно ведет нас к этому. И вот у Бога есть цель выработать нас терпение. Но мы не хотим этого. Нам трудно. И вот мы начинаем конючить, просить, Боже, ну давай, я уже не могу. Ну давай, мы сейчас все-таки исполни мое желание. Ну а потом мы еще поработаем над моим терпением. Попозже. Сейчас уже все, я уже не могу. Ну подчас, может быть, Бог как бы снисходит к нам. Конечно, написано, что Он не посылает испытания больше, чем мы можем вынести. Я не знаю в этом отношении. Я не думаю, что Бога можно манипулировать. Я не верю в это. Я думаю, что Бога можно... Он суверенен. Он не может идти на поводу каких-то таких, ну незначительных целей каких-то. Он знает, что, к чему. Он видит все, что в человеке. Но все-таки Бог как бы и желание боящихся Его исполняет. И может быть, подчас мы просим о чем-то, что не к нашему содействует устройству. Ну я в принципе не об этом. Я как бы хотел вот эту мысль подчеркнуть. Вот это вот решение у Иосифа исполнить волю Божию. Несмотря ни на что. И Он даже... Для меня это было вообще как бы сильное-сильное такое, когда до меня дошло, что Он мог это сделать. Он мог это сделать. Но Он этого не сделал. Я еще больше стал Его уважать, Иосифа. Я больше увидел в нем человека Божия, который определился, что Он будет исполнять волю Божию до конца. И Он потом еще ждал 7 лет, пока... 8 лет, пока Он братьев своих не увидел. И можно смотреть, что Он ему как-то пытался отомстить братьям, что как-то их вот издевался над ними, чуть ли не так, можно подумать. Но не так это было. Это не так было. Иосиф, может быть, даже как бы переживал о их благосостоянии. Он... Почему Он доносил худые слухи? Почему? Потому что Он любил братьев Своих. Он знал, Он понимал, может быть, в своем малом возрасте, что если они так будут поступать, то они погибнут. Он знал. Я не знаю, какое у них было представление об Аде и об Рае, но вот эта идея все равно у людей оставалась, что за всякий грех придет возмездие. Люди это понимали. И Иосиф, он старался как бы остановить их на этом пути, как он мог. И в этом случае, я думаю, что Иосиф хотел как бы все-таки или убедиться, что они покаялись, или помочь им прийти к этому покаянию. И он это делал. Он... Ну, я не буду читать эту всю историю. В конце концов, они... Когда он собрался брать Вениамина себе, когда нашли его чашу, да, и он сказал, я только его заберу. Они все пришли туда. Это уже говорит о людях, которые поменяли свое мышление. Я думаю, что если бы это было во времена, когда они продавали Иосифа в рабство, они бы так не сделали. Я думаю, что они просто пошли бы домой. Это говорит о том, что эти люди все равно уже... У них было измененное мышление. И они пришли туда. И как они говорили с Иосифом? Я понимаю, что это страх перед властью, потому что Иосиф был грозным человеком. Он был человек с огромной властью. Но все равно, как они говорили, это было и унижение, и смирение с их стороны, и кротость. И вот они в 21 стишке 42 главы, Иосиф, когда они говорили друг другу, В конце концов, Иосиф открылся им. И его слова, смотрите... Иосиф сказал братьям своим, 45 глава с 3 стишка, «Я, Иосиф, живлейший отец мой». Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям, «Подойдите ко мне». И они подошли. И он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Даже как он видел само это событие, он не видел и не смотрел на это, что они его продали. Хотя ему было обидно, что получается сам факт, что они его не любили. Но он в этом видел больше. Он не смотрел на это на таком уровне человеческом. И, конечно, я думаю, что это было бы и хорошо и нам так видеть, чтобы мы не думали, чтобы мы видели то, что за этим всем стоит Господь. А мы подчас держим какие-то обиды на людей, что они нам сделали какую-то боль или зло или еще что-то. А не Бог ли это допустил для того, чтобы повлиять на нас, может быть, как-то, или проверить нас? Как-то же ему нужно проверять. Ну, как? Как во мне может быть терпение, если я его не использую? Как же мне использовать терпение, если нету возможности? Как, если Библия говорит, почитайте одним другого выше себя, чтобы другого... Как мне этого, как бы, достигать или делать, если это не практиковать? А чтобы практиковать, это значит, чтобы, может быть, нас кто-то унизил когда-то или еще что-то. Как? Как проверить, что я кроткий человек? Как? В ситуации такой, где-то кто-то, может быть, тебя унизит или еще что-то. Иосиф, интересно, что ситуация, в которой он был, она могла его полностью сломать, полностью. Но она не сломала его. И он вышел из этого проверенным человеком. Он вышел, он остался человеком, который знает Бога. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились перед Господом. И вот этот яркий, для меня это очень яркий пример, вот эта определенность Иосифа, чтобы исполнить волю Божию, и как он смотрел на свою жизнь, несмотря на все это зло, и что он перетерпел, он сказал, что, но теперь не печальтесь и не жалейте, потому что Бог послал меня перед вами и для сохранения вашей жизни. И более того, в конце бытия, когда Иаков уже умер, с 15 стишка 50 главы, «И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Здесь мне немножечко как бы печально за них, что несмотря на все то, что Иосиф сделал на протяжении долгих лет, несмотря на все то, что он им говорил, я не думаю, что он им дал как бы причину подумать, что он сделает что-то, но они все равно ему не верили. «И послали они сказать Иосифу, Отец твой перед смертью своей завещал, говоря так, скажите Иосифу». Может быть, он завещал, а может быть, они сами это придумали, кто его знает. «Прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Интересно, что здесь они назвали себя рабами Бога Отца твоего. Я замечаю, что эти братья, они поменялись все равно. Я замечаю, что в них произошло изменение, и отчасти, я думаю, это большая заслуга в этом Иосифа тоже. «И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему это говорили. Он плакал, они ему это говорили, он плакал, потому что он знал, что он простил их. Его прощение, оно не было поверхностным. Он действительно простил, ему было, и он просто плакал от того, что они опять это делали, как бы они не доверяли ему, и пришли и сами братья его, это они сначала кого-то послали. И пали пред лицом его и сказали, «Мы рабы тебе». Иосиф сказал, «Не бойтесь, «Ибо я боюсь Бога». Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». Успокоил их и говорил по сердцу их. Хотелось бы, чтобы мы имели подобное мышление, как Иосиф. Я думаю, Иосиф является одним из самых больших героев веры, которые запечатлены на страницах Священного Писания. Я думаю, что он достоин подражанию. Может быть, я не одну мысль сказал, но хотелось бы, чтобы мы усвоили этот урок из Священного Писания, чтобы мы употребили это в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам в этом. И давайте мы помолимся как раз об этом. Аминь.